Истра-Красногорск. Такой маршрут проделали участники автопробега, объединенные общей памятью. Она прежде всего об Андрее Назырове, который погиб в марте в Украине. Но до того, как попасть на фронт, молодой человек всего себя посвящал спорту. Не случайно автоколонна стартует от Истринского спортклуба, где Андрей не только сам постигал мастерство кудо, но и тренировал подрастающих бойцов. Первая остановка в пути – мемориал участникам Великой Отечественной войны в Снегирях. Это место тоже много значило для Андрея, делится его папа Роман. Называл он себя последнее поколение 20 века, он 98-го года. И он считал, что именно его поколение должно передать заветы предков, заветы на победу, на подвиг, передать будущим поколениям 21 века. И мы посчитали, что это будет символично, чтобы отдать дань именно в этом месте. Пробег из акции в память об одном молодом красногорце превратился в мероприятие, цель которого – почтить всех погибших воинов. К миссии присоединились команда благотворительного фонда «Восход надежды», собирающего помощь на Донбасс, и участники проекта «Макулатура в жизнь», преследующего не менее гуманистические цели. Все выручные средства о сдаче макулатуры пойдут на подарки. Ребята просят те же самые шоколадки, да, ну, те же самые вафельки. Им хочется очень сладкого, и поэтому решили все-таки, чтобы это был такой сладкий подарок для ребят. Ну, и обязательно, конечно, лекарства, потому что они тоже им нужны, теплые вещи. Это тоже сейчас зима, да, хочется. То есть нам очень хотелось их, ну, как и детей, да, так же вот порадовать чем-то таким добрым, домашним и душевным. Финальной точкой в маршруте пробега стал еще один значимый для Андрея Назырова уголок, сегодня носящий его имя. Сквер у Чернего-Успенского пруда в Красногорске был излюбленным местом Андрея для прогулок. Теперь о любившем свой город верном и преданном сыне и друге напоминает мемориальный камень.